В Беларуси активизировались гадюки. В Гродненском районе небывалый урожай грибов. Стали известны подробности трагедии на школьном стадионе. Об этом и не только я расскажу вам далее. Вы тем временем подписывайтесь, ставьте лайк этому видео и поддержите наш канал донатом или комментарием. В следственном комитете назвали причину падения футбольных ворот в Витебске, в результате чего мальчик получил серьезные травмы головы. Напомним, несчастный случай произошел 10 дней назад в крытом манеже местного спортивного клуба. По данным следователей, футбольные ворота не соответствовали требованиям безопасности. На конструкции отсутствовали специальные противовесы утяжелителей, которые защитили бы ворота от опрокидывания. Согласно правилам, следить за безопасностью инвентаря должна организация владелец футбольных ворот и человек, который проводит спортивные занятия. В итоге по факту инцидента уголовное дело завели на тренера преподавателя школы, в которой занимался пострадавший ребенок. Это специалистка первой категории Елена Филиппович, которая, к слову, была первым тренером известного белорусского футболиста Егора Карпицкого. Жильцы одного из арендных домов, расположенного на бульваре юности в Мозыре, жалуются на регулярное затопление. О том, что там происходит, рассказали в телеграм-канале «Беларусь за МКАДом». У жильцов нескольких квартир с февраля текут стены тамбура, электрощитовые и санузлы. Неделю назад вода на 7 сантиметров залила подвал и не уходит. Мозыряне много раз обращались с просьбой о помощи в ЖЭУ, вызывали аварийную службу. Однажды в злополучный дом явилась комиссия от организации застройщика, но с того времени решением проблемы никто не занимался, ремонтные работы не начинались. Однажды жильцы пытались подключить интернет, и специалисты Мозырской оптоволоконной региональной сети МОРС вынуждены были неоднократно составлять акт о затоплении. Но, похоже, в пресловутый год качества местных чиновников оно не волнует. В Солигорском районе 10-летнего мальчика укусила гадюка. Как сообщает местная газета «Шахтер», ребенка доставили в центральную районную больницу. Как выяснилось, мальчик увидел змею, подошел к ней и взял в руки. В этот момент рептилия укусила ребенка за палец. Напомним, месяц назад нашествие ядовитых гадюк фиксировалось в Борисове. Их встречали на тротуарах, у скамеек, на детских площадках и в мусорных баках. Предположительно, змеи облюбовали район из-за нескошенной травы, из-за хламленных мусорок и запущенной инфраструктуры. В случае, если вам вдруг повстречается гадюка, специалисты советуют не делать резких движений. Не пытайтесь поймать или убить рептилию. Постепенно удаляйтесь, держа ее в поле зрения. Если встреча со змеей произошла в общественном месте, сообщите об этом местные службы. Совхоз-комбинат «Заря» в Мозоре заменил привычные украинские названия полуфабрикатов котлет. Перемену заметила местная жительница, снявшая об этом ролик для ТикТока. Женщина зашла в фирменный продовольственный магазин «Дары от Зари» и увидела, что полтавские котлеты стали нежными, а киевские вкусными с маслицем. Любопытно, что вместе с новыми названиями поменялись стороны увеличения и цены. Некоторые пользователи соцсети предположили, что переименование котлет связано с тем, что комбинат торгует с Россией. Журналисты местного интернет-издания дозвонились в один из магазинов предприятия и там подтвердили, что название котлет по решению руководства действительно поменяли. Однако в связи с чем это произошло, сказать не смогли, отметив лишь, что составы мясных изделий остались теми же. На улице Притыцкого в Мозоре с высоты четвертого этажа сорвалась люлька автовышки с двумя ремонтниками, в результате чего один из них погиб. ЧП случилось при замене шифера на кровле жилого дома, которую проводили рабочие ремонтно-строительного участка местного райжилкомхоза. Сразу после инцидента пострадавших доставили в больницу. 48-летнего мужчину спасти не удалось, а его 61-летний напарник сейчас находится в тяжелом состоянии. Отметим, что строительство является одной из самых травмоопасных отраслей. Основными причинами несчастных случаев являются допуск строительно-монтажным работам специалистов, не имеющих соответствующей квалификации, а также нарушения требований безопасности. В Могилеве у индивидуального предпринимателя угнали лесовоз Урал. Потерпевший обратился с заявлением в милицию, пояснив, что его знакомый случайно заметил эту машину в Белыническом районе. Вскоре сотрудники госавтоинспекции обнаружили угнанное транспортное средство на обочине дороги. Возле машины суетился мужчина, который пытался устранить поломку. Инспекторам он объяснил, что лесовоз принадлежит ему. Однако сотрудники ГАИ, получившие ориентировку на угнанную машину, задержали подозреваемого. Мужчина признался, что неофициально работал лесорубом у индивидуального предпринимателя, но из-за злоупотребления алкоголем часто совершал прогулы, в результате чего конфликтовал с работодателем. После очередной ссоры, затаивший обиду мужчина, угнал лесовоз и поехал сдавать его на металлолом, собираясь на вырученные средства купить себе дом. Отметим, что ранее могилевчанин уже оказывался на скамье посудимых за имущественные преступления и угон. В Минском городском суде через неделю начнется суд над 18-летним жителем Осиповичей. Как сообщают правозащитники Алексея Федичкина, обвиняют в акте терроризма, убийстве и незаконных действиях со взрывчатыми веществами. По данным статьям, ему грозит наказание вплоть до смертной казни. Информации о том, что конкретно парень совершил, в открытых источниках отсутствует. Также практически ничего неизвестно о личности обвиняемого. Сообщается лишь, что парень учился в Осиповичской средней школе номер один. В Гродненском районе собирают небывалый лесной урожай. Грибы вывозят ведрами и даже машинами. Жители региона охотно делятся фотографиями и видео добытых боровиков и лисичек в социальных сетях. Собранные несколько сотен грибов за один визит в лес сейчас уже никого не удивляют. На тихую охоту собирается столько людей, что порой на лесных дорогах образуются пробки. В этом сезоне самыми грибными местами стали окрестности деревень – озеры, новые руды, рыбницы, Паречи и Августовского канала. Однако богатый урожай грибов никак не отразился на их стоимости, цены кусаются. Так, за молодые боровички просят 25 рублей за килограмм, а за взрослые – 15 рублей. Ненамного дешевле продают лисички около 10 рублей за килограмм. Жителям Гродненской области ночью посчастливилось увидеть сразу два астрономических явления – северное сияние и звездопад. В течение часа в небе проносилось до 120 метеоров. Каждый из них падал с фантастической скоростью – примерно 60 километров в секунду. Отметим, что небесный фейерверк возникает то время, когда Земля проходит через облако кометной пыли. В этот раз событие было связано с пылевыми обломками, оставленными кометой Свифта Тутля, которая движется по орбите вокруг Солнца один раз в 133 года. Метеоры от кометы, врезаясь в атмосферу Земли, создают в небе падающий поток света. А вот северное сияние возникает из-за большой активности Солнца. При вспышках на звезде образуется облако частиц, которые проникают в магнитосферу Земли. И если им вдруг удается просочиться в атмосферу, возникает свечение. И это все на сегодня. Ставь лайк этому видео, обязательно пиши комментарий и поддержи работу нашей команды донатом. Только делать это можно, если ты находишься за пределами страны. До встречи и Жыве Беларусь!